Приветствую вас, дамы и господа! Как у вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно в вашей вселенной? И сегодня мы отвечаем на вопрос Ксюши, которая оставила комментарий к предыдущему видеоролику. Суть комментария звучит следующим образом. Егор, есть ли возможность разобрать ситуацию, когда негативный человек выплескивает свои комплексы на другого человека, а этим человеком являешься ты, на которого все выплескивается, и по итогу ты превращаешься в некоторого рода жертву, и тебе как-то плохо становится из-за того, что ты все это эмпатично перенял и полностью принял, так скажем, громотвод не сработал, и ты вообще такой, блин, что же делать, я действительно теперь плохой человек, а тот ехидненько такой улыбается, так и выглядит, наикошерно теперь мы оба негативим, что нормально в нашей банде негатива прибыло. Да, собственно, вот такая ситуация. Ведем понятийный аппарат. Есть такая вещь, как проекция в психологии. Возможно, вы о ней когда-либо слышали. Пишите, кстати, в комментарии, слышали или нет. Проекция – это когда ты некоторым образом проецируешь свои эмоции на другого человека. Объясню, приведу пример. Например, толстый человек говорит другим людям «похудейте». Либо же тот человек, который курит, говорит другим людям «не курите». Либо же тот человек, которому сказали, что он плохой и так далее, он теперь всем говорит, что все остальные плохие и так далее. То есть человек начинает, так скажем, перекладывать стрелки с себя, снимая ответственность на других. Это называется некоторым образом проекция. Проекция эмоций на самом деле. То есть, ну, вы поняли по примерам примерно, что это такое. Вот такая вот концепт-модель. Соответственно, как защититься от проекции, когда люди вот так вот все перенимают? Тут есть несколько способов, поговорим о них. Первое – это начать ценить себя. Поэтому наша видеоройка называется «Как научиться…» Я составлю еще название, но суть того, что как полюбить себя, как научиться ценить себя и так далее. Это вот первый способ. Научиться ценить себя, свое время, свои эмоции, свое окружение, которое находится рядом с тобой. Если к тебе подошел какой-то левый чел и сказал тебе, пронегативил – забей. Забей вообще. То есть, это его жизнь поблагодарил, пожелал хорошего дня – ушел. Это вот первая ситуация, если это был незнакомый человек. Второе – если это знакомый человек, то тогда можно его просто убрать из своей жизни. То есть, ладно, он мне пронегативил. Один раз повторилось, второй раз повторилось, третий раз повторилось, пятый раз повторилось. Окей, прошли. Это из концепта «Не меняй людей, меняй людей». То есть, надеюсь, поняли. Не меняй людей, меняй людей. Ага. Теперь, следующий пункт. Если это самый близкий человек, то есть, вы с ним находитесь уже давно и вообще прям постоянно живете. То есть, это вполне возможно либо ваши родители, либо же ваш молодой человек и так далее. То есть, как тогда в этой ситуации поступать? Это самая такая хардовая, можно сказать, хардовая ситуация, которая может возникнуть. В этой ситуации тут уже необходимо принять внутреннее решение. Необходимо взвесить все «за» и «против». Так, я хочу находиться с ним или нет. Я хочу находиться с ней или нет. То есть, либо же поговорить разговоры не удается. Ну, тогда необходимо сократить время общения с этим человеком до минимума. И прибавить в своей жизни общение с другими добрыми, позитивными людьми. Такое бывает, действительно, в жизни бывает, что у вас либо супер-мега-токсичные родители, которые вас обзывают, вас гнобят различным образом. И просто, ну, я нередко читаю сообщения в комментариях, иногда такое случается. Соответственно, тогда необходимо максимально сократить время с этими людьми. И как только появится возможность уйти из этой ситуации, тогда уходите. Это вот одна из вещей. Либо же просто сократить время общения. И пускай это занимает в вашей жизни процентов 5-3. Но никак не 40, не 50. Да? То есть, сократить время и увеличить количество с позитивными людьми общения. Окей, поняли? Теперь, конкретно о том, как ценить себя. То есть, что делать в таких ситуациях. Давайте еще про общение немного скажу. Что если к вам кто-либо негативит и просто начинает лить на вас всю груду всего, да? То в этот момент необходимо играть с вашим разумом. То есть, если этот человек не важен для вас в жизни. Ну, не особо. Важно потому, что все люди важны на самом деле. То есть, абсолютно все, всем люди. Но суть в том, что вы навряд ли с ним будете дальше вести диалог. То необходимо все его слова воспринимать как будто вы сейчас будете писать автобиографию свою. То есть, для меня это работает очень хорошо. То есть, на вашем жизненном пути встретилась какая-то преграда. Вот плохая. И вас обзывают и так далее. Окей, воспринимайте это. Это еще одна глава в моей автобиографии. Да ты мне приносишь шекели сейчас. Я потом эту автобиографию, она будет расходиться тиражами и так далее. Я просто... Ты сейчас меня обзываешь. Я даже привирать не буду в своей автобиографии никаким образом. Я приведу пример. То, что меня обижали. Меня там вот так вот. Меня вот это-то... И так далее. Я был в самых низах. Меня все гнобили. А потом, опачки, и я поднялся до высоты. То есть, это маленькая такая чаптер, некоторая глава в вашей автобиографии. Серьезно, это идет вам на пользу. Также, ну серьезно. То есть, это просто один... Один... Одна глава вашей автобиографии, что вам было не сладко и так далее. То есть, вы некоторым образом закалились, пройдя эту ситуацию. Да, и второй пункт, это просто она вас закаляет, потому что потом вы... Если вам встретится таких человек сто, то вы такие... Ха, скажи что-нибудь новенькое и так далее, да? Это конкретно по общению. По общению еще... Ну, отблагодарите человека. Не нужно реагировать на то, что да ты сам такой, да ты... И так далее. Но я думаю, что тут адекватные люди сидят. Не надо такого поступать. Отблагодарили, сказали спасибо. Бог с тобой, как говорится. И хорошего вам дня, успехов, радости. Веселье. Можете обнять человека, потому что часто таким людям не хватает любви. Это правда. То есть, вероятнее всего, они сами сейчас зациклились в таком негативном кругу общения, что просто... Серьезно. Это по комментариям часто очень видно, что человек просто ищет себе внимания. Он не знает, как привлечь к себе внимание иначе. Даже это надо было сказать, наверное, на второй минуте этого видеоролика. Что просто человеку не хватает внимания, любви. Его нужно обнять, пожалеть. И так, это вот по общению. Дальше. Как научиться ценить себя? Ценить... Тут несколько вариантов есть. Первый спорт. Лучший. Прям максимально. Самая крутая вещь – спорт. Что вам поможет научиться ценить себя? Полтора часика в день спорта. Я не могу сказать, что я прям ежедневно занимаюсь. Но я хочу. И я стремлюсь к этому. Но я замечаю, когда я позанимаюсь спортом, то настроение вот так вот на хай-левеле. Очень, очень хорошо поднимается. Прям улетно становится. Дальше сейчас перейдем дорогу. Дальше. Помимо спорта, тут уже различные когнитивные штучки пойдут сейчас. Когнитивные приемчики. Это аффирмации. О них я часто говорил. Также аффирмации, что это такое? Это выписывать на бумагу. На бумагу, ребята. Объясню потом, почему. Да даже сейчас объясню. Что, когда вы пишете вот таким вот образом, то, в принципе, определенные мышцы работают. Но когда вы делаете движение, больше мышц задействуется, больше ассоциаций с мышцами в вашем голове, больше импульсов приходит. И эти импульсы, которые передаются вашим рукам, они задействуются. И по итогу, когда вы пишете какие-то фразы, что я хороший, я молодец, я улетный, я крутой и так далее, то вы на себя начинаете перенимать. Все хорошо в моей жизни. Все начало улучшаться. То есть у вас больше ассоциации от того, что вы пропишете аффирмации. Аналогично и с практикой благодарности. Если не знаете, что такое, погуглите в интернете, там 100-500 различных методик благодарности и так далее. То есть я благодарен тому, что у меня есть две руки. Ха-ха, круто! В жизни все, я все, я заряжен на успех. Я благодарен тому, что у меня есть возможность видеть этот мир. У нас есть некоторые подписчики. Я, кстати, вас обнимаю, друзья. Все хорошо будет. Есть некоторые подписчики, у которых нет рук. Серьезно, мне иногда писали люди такого плана. Они тоже люди, дамы и господа. Поэтому уважительно к ним относимся. Все хорошо. Любовь посылаем им. И забота. И, соответственно, вы, если у вас есть это, то есть есть две руки, есть две ноги, вы ходите ежедневно, у вас есть люди вокруг вас, у вас каждый день есть что покушать, хотя бы чуть-чуть, но есть, да? А, возможно, и даже не только чуть-чуть. Вы за это благодарны. То есть пишите, я благодарю этот мир за то-то-то-то-то-то-то. Опять же, это практика благодарности. Афирмации, практики благодарности. И также третья практика, это конкретно выписывать на бумагу то, кем вы являетесь с точки зрения, какие награды у вас были за всю свою жизнь. Это некоторым образом добавит ценности в вашу жизнь, потому что, когда на вас начинают говорить то, что ты никчемность, ты бездарность, ты никто и так далее, звать тебя никак, то вы это некоторым образом перенимаете на себя, и у вас затираются все ваши награды, которые, возможно, в вашей жизни были. Возможно, у вас там 40 различных наград, или хотя бы две награды, но они хорошие. То есть необходимо выписать на бумагу, какие награды у вас имеются. Это не обязательно всякие титулы, ордена, которые вам выдавали, русский медвежонок и так далее. Кстати, это может быть. Да, тоже. То есть напишите, что я выиграл русского медвежонка. Это не обязательно должны быть все вот эти материальные вещи. Возможно, вы помогли кому-то. Вы пишите на бумагу, что я помог тому-то человеку, я молодец, я сделал то-то, я молодец. Похвалите себя. То есть это один из способов, потому что не так много людей в мире будут хвалить вас, вероятнее всего. Хотя это в зависимости от вашего окружения. Потому что вы можете сформировать, что вокруг вас достаточно будет много позитивных людей. Достаточно много. И, соответственно, мало кто будет вас хвалить за какие-либо успехи. Тогда проявите инициативу, возьмите инициативу в свои руки, сами начните это делать. Сколько делать аффирмации, плюс, так, аффирмации благодарности, плюс также хвальба себя, это необходимо делать около часа ежедневно, выписывать на бумажку. Очень хорошо работает, прям ништяк. Серьезно. Недельку так попрактикуете, результат очень хороший будет. Серьезно. Дальше, из того, что мы сказали, это убираем людей, те, которые вам приносят несчастье и грусть на лице и все в этом роде, и добавляем людей, которые более позитивны. Либо же, если вы не можете добавить людей, которые более позитивны в реальную жизнь, то начинаем слушать подкастики позитивных людей. Рекомендую Робин Шарма. Если вы же не по подкастам, то рекомендую книгу Робин Шарма. Монах, который продал свой Феррари. Также, кто заплачет, когда ты умрешь. Плюс Клуб Пяти утра. Хорошая книга, хорошая книга от Робина Шарма. На русском пространстве также есть Радислав Гондопас плюс Игорь Ман. Игорь Ман является специалистом по маркетингу номер один в России. Радислав Гондопас с самым титулованным бизнес-тренером в России. У них речь достаточно позитивная, достаточно воодушевляющая. Больше слушайте их в этом случае. Также, на английских ресурсах Кейси Нейстод подойдет. Также Гарри Вайнерчик. Так, аккуратненько сейчас проходим. Не падаем. Так, в общем, вы поняли, что можете вот эти вот все ресурсы использовать для просушивания. на фоне внемления в свою голову. Больше будет позитивного, больше и вы будете сами находить позитивного в этом мире. Как это работает? Потому что, вопрос такой, как это работает? Если вы начинаете фокусироваться больше на позитивном, то и вы в мире начинаете видеть больше позитивного. Например, представьте, что вы агроном и в вашей голове только земля. Агроном это тот, кто спахит, ну, то есть человек, который занимается сельскохозяйственными культурами. и различными вещами в этой области. Он часто думает о земле, о различных таких вещах. Соответственно, он начинает в мире видеть больше этого. Либо же, представьте, что вы изготовитель заборов. Тогда вы будете обращать больше внимания на заборы вокруг вас. Если вы баскетболист, вокруг вас прибавится больше людей, которые играют в баскетбол. Соответственно, если вы будете это все прописывать, то, вероятнее всего, у вас больше сфокусируется ваш взгляд на тех вещах, которые более позитивны в вашем мире. Это не означает, что их прибавится действительно в вашей жизни. А вот фокус вашего внимания действительно прибавится. То есть, это больше не о том, что «О, Вселенная визуализирует, оно все появляется в моем мире» и так далее. Возможно. Я просто не Господь Бог, чтобы вам все это действительно так или нет. Но то, что ваш фокус внимания будет больше фокусироваться на этих вещах, это да. Это аналогичным образом, если вы общаетесь с определенным человеком, либо смотрите кинцо, и вы постоянно его смотрите, то потом, то потом, в дальнейшем, вы начинаете замечать больше людей с такими чертами лица. И будете говорить, «О, ты похож на такого-то человека, ты похож на этого-то». Мне иногда пишут, что я похож на вот этого, вот этого. Где схожесть вообще? Но люди, кто постоянно это делает, смотрят определенные вещи, они часто замечают людей с такими же чертами лица. Следовательно, как, отвечая полностью на вопрос Ксении, Ксюше, я не знаю, правильно Ксения или Ксюша, сейчас минуточку вот здесь, остановимся, я просто почти уже дошел. Отвечая на вопрос Ксюше, Ксюше, что необходимо делать, чтобы от всех этих вещей, чтобы все было хорошо. Первое, аффирмации, второе, благодарность, третье, то есть практика аффирмации, практика благодарности, практика хвальбы самого себя, то, что действительно все хорошо в нашей жизни. Это не означает, что вы сейчас станете пупом земли и просто начнете всем остальным говорить, что «А, ты лох, а ты лох». Нет, тут суть в том, чтобы внутри себя пробудить любовь к себе, и тогда любовь появится к окружающим в том числе. Следующее, это катать, то есть убирать людей или же сокращать количество времени проводимого с людьми, которые приносят вам вот такие вот мины, да, соответственно, их убираем, либо же сокращаем количество времени, уделяемое этим людям и прибавляем в вашу жизнь людей, которые более позитивны. Это вот второе. Третье, спорт. Даже я бы на первое место поставил. В любой ситуации спорт помогает, по крайней мере мне. Да и большинство людей, я иногда читаю стольки других людей, сторис, то есть в инстаграме, ну, раньше так было, да и сейчас иногда, что те, кто занимаются спортом, у них настроение повышается, там пупок начинает светиться, в голове звезда начинает гореть, и то есть просто впечатляющие результаты просто от занятия спортом. Что конкретно порекомендую из спорта? Кардио. Кардио, растяжечка, йога, возможно, кому-то помогает. Также упражнения на дыхание. Дыхание это важно. Дыхание это важно, серьезно. Вот даже с чего начать, если вы, например, у вас сейчас вес 120, да, 120 кг, начните с дыхания, потому что другие упражнения для вас сейчас это некоторым образом неподъемная вещь. начните с дыхания, практика дыхательных упражнений 15-20 минут в день. Видеоролики конкретно по этим упражнениям есть также на моем канальце. Там ведете, то есть открываете канал, ищите по поиску вуйчик дыхания, вуйчик мышцы диафрагмы, мышцы диафрагмы, вуйчик упражнений на дыхание. То есть там найдется по-любому. Там есть как минимум три видеоролика уже на эти тематики, очень хорошие действенные упражнения, 30 минут в день выполняете, и все. И у вас вы намного лучше себя почувствуете, потому что вы начнете больше относиться к своему телу, то есть больше задумываться о здоровье. Вот что помогает физическому здоровью, это ментальное здоровье. Ментальному также помогает физическое здоровье. то есть все взаимосвязано. Добавьте хобби в свою жизнь, тоже хорошая вещь. Надеюсь, что ответил на ваши вопросы. И также да, хобби, писательство, автобиографию начните писать. Тоже будет хорошо. В общем, надеюсь, что ответил, там был уже список всего. Спорт, аффирмации, благодарность, хвальба, себя, и комплименты кстати другим. Вот это тоже кстати помогает, если вы не можете хвалить себя, начните хвалить других. Это будет намного лучше. А и кстати, вот еще практика благодарности. Если вам кто-то говорит, что вы лох, то отблагодарите себя, точнее отблагодарите его и себя в том числе. Давайте переиграем. Если вам кто-то говорит, что вы лох, то отблагодарите человека, который сказал, что вы лох, что вы сохранили спокойствие, что у вас хорошее настроение и его слова влияют на вашу жизнь что вы прокачали в себе confidence что вы стали увереннее в себе даже вот так лучше отблагодарить его за то что вы стали теперь более увереннее в себе что вы воспринимаете воспринимаете только положительную хорошую критику либо же хорошие слова а как отличить хорошую плохую некачественную обратную связь от качественной качественная обратная связь это когда вам говорят что у вас получилось хорошо вот секрет качественной обратной связи сказать что у человека получилось хорошо начать с этого то есть ты молодец ты действительно хорошо проявил себя и у тебя вот такие вот качество ты проявил хорошо дальше вам говорят что необходимо улучшить это не означает что у тебя получилось плохо это что нужно улучшить понимаете разница есть когда говорят тебе, что необходимо улучшить, и когда тебе говорят, что было плохо. Две разные ситуации. По-разному воспринимается одна и та же информация. Тебе говорят, что необходимо улучшить, чтобы результат был еще круче, и тогда все будет вообще ништяк. И завершается, опять же, завершением хорошим, то, что ты был все равно молодец. Ты все поступил правильно, вот. Двигаемся дальше. То есть, это качественная обратная связь, когда тебе говорят, что улучшить. И даже когда говорят, как это улучшить, это вообще бомба. А когда говорят то, что ты был нох, и вообще, как с тобой дальше работать? Ребят, это вам говорят фуфел, и полный такой, да, возможно, просто человек не может сформулировать правильно, корректно обратную связь. Возможно, он не научился этому в жизни, ему никто не показывал пример. Тогда покажите ему пример. Желательно не не навязывая это. То есть, уточните у человека, хочет ли он научиться давать грамотную, корректную обратную связь качественную. И скажите, что это намного увеличит его качество жизни. То есть, сами покажите пример, как вы можете дать ему обратную связь. То есть, начните с вопроса. Не сразу скажите, блин, ты не умеешь давать обратную связь, давай, я тебя научу. Нет, не работает такая вещь. Необходимо уточнить у человека. Как думаешь, как влияет то, что ты мне сейчас сказал на мое самочувствие? Вот так вот. Как мне кажется, я начинаю себя чувствовать не очень хорошо от твоих слов. Как думаешь, это можно улучшить? Вот так вот можно уточнить. Можно уточнить, если человек обычно за успех и так далее, то хочешь ли научиться давать обратную связь другим людям, чтобы они хотели идти за тобой? То есть, и хотели бы следовать и прислушиваться к твоим словам намного больше? Человек, вероятность, его ответит. Либо же он задумается об этом, как минимум. Он может сказать, да не, не нужно, но он задумывается. Любые вопросы человек задумается. То есть, ну, вы поняли. Надеюсь. В общем, если вам дают качественную обратную связь, воспринимайте ее, вы почувствуете, когда вам дают качественную обратную связь. Качественная обратная связь это не когда вам просто говорят, о, ты крутой, ты молодец, продолжай двигаться вперед. А когда тебе говорят, то что, где можно еще улучшить, чтобы еще двигаться дальше. То есть, они вам хелпают, помогают. Качественная обратная связь, она создана для того, чтобы помогать человеку дальше усовершенствовать свои навыки. Допустим, у него на концерт пришло 95 человек, да? Можно сказать, ну, блин, что так мало пришло людей на концерт, 95 человек, да, блин, ну, ты лох. А можно сказать, да, концерт был хороший, ты молодец, выступил. Я хочу тебе помочь набрать 110 человек. Как думаешь, будет ли хорошо, если мы еще вот в этом канале связи скажем этим вот людям, а вот этим людям можно еще вот так вот привлечь их вот таким вот образом, а вот этих вот можно вот так вот, а еще можно выступление попробовать, попробовать. Это не означает, что обязательно это необходимо сделать, но если вот вначале вот это вот изменить, то мне кажется, люди намного сильнее отреагируют на это и придут на следующий концерт и позовут еще своих друзей, потому что это было просто бомба, потому что это будет бомба истоксшибательно. То есть, понимаете разницу? Надеюсь, да. Пример с концертом, это, наверное, самый лучший. Это хороший показатель, то есть, как из 95 превратить в 110, потому что кто-то может сказать, да ты лох, 95 всего, или, о, ты молодец, 95, молодец, все. Ну да, хвальба и все, а идти вперед и так далее. То есть, качественная обратная связь, она помогает, и вы почувствуете, что человек хочет вам помочь продвинуться дальше. Какие цели он преследует? Это уже другая, другая тема, то есть, он может и преследовать внутри себя какие цели, ну естественно, возможно. То есть, возможно, он в голове удержит. если у него будет 110 человек на концерте, то, следовательно, он что-то там такое, я смогу это проявить так-то. Тогда можете предложить ему тоже помощь одновременно. То есть, если он говорит, что я хочу тебе помочь, то и вы можете ему помочь, а я тебе могу дать. Да, это хорошая идея, я тебе могу даже заплатить за организацию вот этих вот всех вещей, потому что я слышу, потому что ты разбираешься, тысяча рублей за один день работы будет, тебя устроит, и он такой, да, хорошо, окей, летс гоу. Но, если вы школьник, нам вряд ли тысяча рублей у вас найдется, но другие различные плюшки вы можете все равно найти. Да? В общем, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вы поняли, что так как. Желаю вам успехов, развивайтесь и обнимаю. Вот так. Bye!